Всем привет! С вами проводник по городу Марина. В Бийске продолжают закрывать детские сады и школы на карантин. Число заболевших уже более 5000 человек. Поэтому сегодня мы решили узнать у бийчан, а какими народными рецептами можно уберечься от ОРВИ и насколько это реально. Наверное, больше пить чаю с малиной или с медом. Отлеживаться, неактивный образ жизни вести. Наверное, все спать больше. Вернее, сон лучше, лекарства. Сделать очень много трав. Это тот же брусничник, тот же чернижник, зверобой, душица, малина, листья малины с леса. Это очень хороший состав. Малина, зверобой и душица. Он как жаропонижающий идет. А если брусничник заваривать, он как аллергический снимает. Поэтому лучше всего... Не надо брать дорогие лекарства. Лучше своими лекарствами. Ну, обычно ромашку пьют. Там горло полощет ромашечкой. А еще забыла. Редька с медом, например. Потом чеснок тоже с луком хорошо. Когда нарежешь, чтобы был в квартире вот именно такой запах. Вот придерживались. И дети, и люди меньше болели. Ну, я в основном завариваю шиповник. Такие травы всякие. Есть, вон, боже, и аптека, книга. Читайте. В аптеку ходите. Сейчас я не врач. Только рви простуда, Господи. Что тут простуда? Лечиться надо, закаляться. Образ здоровый вести. Ходить к врачу, я думаю. Травы всякие. Это первое. Ну, главное, травы, травы, травы. Ну, таблетки, это уж так, срочно, когда нужно, что. Берите две гвоздички в рот. И рассасывайте их. И простуда не подойдет. И сами не заболеете. И приятный аромат. С собой также горошек перца держите. Ой, устала. Если там вдруг мерзнут, начинаете горошки, несколько штук, также рассасывайте. Ну, пожалуй, вот такие. Я всегда, вот сегодня забыла. У меня тут есть, а забыла взять в рот-то. Вот, ну, вот такие. А так, я не знаю, мед, лимон, ну, все. Травы, естественно. Чай травяной. Больше питья. Народные рецепты. Ну, в общем, мед, зеленый чай, ромашку можно пить. И горло можно ей поласкать, и так можно пить. Ну, и любые травки. Календула, ромашка. Больше бывает на улице. Влажная уборка дома. Это прежде всего. Ну, это всегда одно и то же. Но она не всегда помогает. Медовое варенье и чай. И травяную именно чай. Не вот эта солома, которую мы собираем. Вот эта. Липодушица и так далее. Вот эта. Имбирь. Порезать кусочками. Потом порезать лимон. Скажу, Ройну только помыть. С медом и с чаем. Очень хорошее средство. Я, например, вот как-то немножко речку черную, там, это с медом, лимон с медом. Вот это все. Ну, травки как-то обычно вот мы пьем такие от простуды. Но стараемся не болеть, потому что вот мы в лесу, на воздухе много очень проводим время с детьми. Сухая горчица, носочки ребенку. И пусть по дому походят. Второй рецепт. Это лимон, курага. Все в курагу перекручиваешь. Лимон выжимаешь. И по одной ложечке с чайной. Прекрасный рецепт. Ну, какие, как врач, какие выпишет, те и принимали. Сегодня бичане нам рассказали свои народные рецепты от ОРВИ и простуды. Я услышала много нового и сама возьму парочку на заметку. Это была программа «Я в Бийске. Есть мнение». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok